МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра «Флагман-Вет» спасли сотни животных, сотни приютили. Истории героев этого выпуска программы «Зоопатруль» похожи. Волонтеры нашли на улице собак с опухолями и отвезли на лечение. Мы расскажем о том, с какими онкологическими заболеваниями могут сталкиваться животные и как им помогают. Татьяна Аврискина с нетерпением ждет выписки из госпиталя собаки Маши. У нее была огромная опухоль, и полгода Маша находилась на лечении. «Масяня, выходи!» Женщина увидела собаку, которая одиноко сидела на улице. Было похоже, что ее просто выкинули. «Пошла я в магазин, она около подъезда была. Плакала, можно сказать так. Ну, а я же сердовольный человек. У меня сколько? Пять кошек. Ну, мне жалко ее. Я ее тела». Но у собаки обнаружилась опухоль, которая стала расти очень быстро. «Последний раз гулять у нее уже эта шишка была. Чуть ли не по земле получилось». Тогда женщина обратилась за помощью в ветеринарный центр. «На момент поступления у Маши была опухоль молочной железы. Весила она около пяти килограмм. Она с трудом передвигалась, но это очень тяжело. Собака была худовата, но это настоящий, самый настоящий рак». Машу прооперировали, опухоль удалили. Но когда пришел результат анализов, стало ясно, что без химиотерапии не обойтись. Было зло, что очень хороший ответ на химиотерапию. Он есть не в каждом случае. В случае Маши он произошел, но это было не меньше пяти-семи сеансов. И сейчас она будет стоять какое-то время на учете. То есть каждые два-три месяца ей нужно будет навещать онкологу. «Ты моя! Ты моя! Сейчас домой поедем, сзади». «Повручаю вам железный сладок. Спасибо. С новой собакой». Сейчас Маша полна энергии. На прощание она с удовольствием поиграла с псом Шумком, с которым подружилась за месяцы жизни в госпитале. Маша обрадовалась и своей хозяйке, которая подарила ей такую важную вещь – дом. «Онкологические заболевания встречаются достаточно часто. История, когда собаку и кошку не стерилизуют вовремя. И через какое-то количество времени, как правило, через лет 5-6, начинаются проблемы с опухолями молочной железы. Это, наверное, самый распространенный вариант. У бездомных животных онкология тоже распространенное явление. Опять же, это связано с неблагополучным образом жизни. У них бывает очень много разных экзотических проявлений. То есть это, например, онкозаболевания лицевых костей, каких-либо мягких тканей. У них очень много венерических заболеваний, которые называются как венсаркома. То есть это такое заболевание на стыке онка и венерического заболевания. Также у них очень много костных образований». Еще одна пациентка приехала в ветеринарный центр из Сызрани. Ее нашла на улице волонтер Анастасия, которая сразу заметила припухлость на мордочке животного и забеспокоилась, может ли собака полноценно дышать и есть. В ветеринарном центре собаку назвали «Иза». Обследование показало, что опухоль на носу злокачественная. «Это саркома мягких тканей. Здесь очень важно, что опухоль сама по себе агрессивная. Мы надеемся, что нам тоже удастся победить болезнь, и потом уже мы займемся непосредственно пластикой лица». «Иза» перенесла две химиотерапии. Сейчас опухоль стала значительно меньше. Но пока собака все же находится в зоне риска развития метастаз. Лечение продолжается. Если все будет хорошо, то Анастасия намерена после выписки забрать «Изу» и искать ей дом. «Люди, если берете животное, не бросайте». Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь, и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин